здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о спорте потому что люберцы как известная территория спорта давно у нас не было спортивных программ тем более говорим мы сегодня о довольно экзотическом хорошем смысле слова виде спорта руководитель федерации тхэквондо мфт городского округа люберцы юрий александр першин присутствует здесь и алена першина ну как вы понимаете явно не одна фамилица вот призерка всероссийских соревнований и чемпионка турнира который прошел совсем недавно да давайте или сами сразу с него и начнем что за турнир был у нас про и проводим мы ежегодный турнир защитник отечества посвященный 23 февраля так вот турнир собирает колоссальное количество спортсменов на мой взгляд для люберец это очень хороший результат практически 300 спортсменов было у нас на турнире вот у нас в двух дисциплинах проходила проходили соревнования туль спарринг туль это комплекс движений бой с тенью ну и спарринг по весовым категориям так вот турнир на самом деле привлёк внимание многие детки у нас первый раз даже выступают и для них это первый шаг в спорте вот есть спортсмен уже опытные которые готовятся к черному поясу от першина алена на но давай не будет получать черный пояс мы и готовим сейчас к этому с трудному экзамен экзамен правда очень трудно и у них то есть нельзя получить там там просто так не по знакомству не получишь там придется и доски разбивать и 15 до давать и давали нам подключим к разговору вален у меня всегда молодым спортсменам вопрос а тут он прямо вот очень необходим но признаетесь что заставили деваться было некуда хотела балетом заниматься правда а заставили ты хвандо или как отойти от вопроса я бы очень сильно хотел бы поздравить своего тренера директор днем рождения пожелать ему крепкого здоровья сегодня и победа не только в спорте но и в жизни аплодируем 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 спасибо вот дарим вам наш эфир сегодня спасибо вот очень приятно теперь как получилось что стал это быть к черному поясу почти пришло на самом деле все начиналось так я ездила с папой на тренировке мне все нравилось я повторял за ребятами движения мне было четыре года и после какой-то я сказал папа папа тоже так хочу я тоже хочу вот там заниматься также как они он сказал хорошо потом он не привез да бог я его мерила бог это форма да эта форма через форму пошли через красоту и мне очень понравилось и я решила что останусь в этом спорте но у вас я смотрю медали давайте мы сразу же расскажи газ и представим вот это отдали но мы все не брали это я понимаю взяли вот это турнир защитник отечества который вот они именны и для того чтобы девчонки вот так дараки держите не обещать еще еще подержи немножко надо тоже гордиться держите подольше на первое место первое место и второе это патуль а второе спарринг а все понятно тогда и вот новая вот это большая красивая медаль это и бук россии и санкт-петербурга давайте подошли держим какая парень первое третье место это уже почти знаете как у боксеров такие огромные я говорю о ляля все не бери просто возьми вот потому что да потому что у нас скажите и санч все-таки сейчас мы забудем на время чтобы родственники а все-таки тренер и спортсменка хотя все она будет вопрос в финале родственник как вот заинтересовать ребенка потому что сначала это кажется но на уровне игры какой-то красивая форма там кино кто-то смотрит а потом же огромная работа стоит вот как у нас с педагогической точки зрения с наставнической происходит знаете процесс на самом деле непростой вот я сейчас скажу вам что родители сейчас приводят детей в секции мы даже не берем тэквондо вообще секции любые мы начинаем бороться с чем с тем что дети сидят перед компьютером очень много опять же игры там какие-то домашние задания работы и надо что-то этому противопоставить вот секции на мой взгляд это то души на которой не хватает и которая нужна детям чтобы они двигались больше чтобы они были здоровыми понимаете вот когда меня спрашивают что такое тэквондо я говорю тэквондо это боевое искусство тэквондо это система оздоровительная система тэквондо это образ жизни вот я как раз прошел все эти стадии сначала когда мне было 16 лет и пришел единоборство для меня это было боевое искусство в том смысле которым я закладывал его до эту учиться защищаться ну то есть грубая подраться а уж да грубая подраться на ось потом настал момент оздоровительной системы для меня это вышло на первый план мне сейчас 52 года вот сегодня исполнилось вот и поэтому для меня это сейчас очень важный очень актуально вот а в целом целом это образ жизни образ жизни когда философия да еще какая-то на все года понимаете когда родители приводят детей в секцию вот тэквондо да это не просто на год два три это практически мы окунаемся это образ жизни это хороший правильный там дисциплина до увлеченность детей в разных скажем так моментах как он уверенность себе качество да да что достойная стойного особенно мужчин ночи взгляд конечно вот так как с мужчинами тоже поговорим у нас будет представитель еще мужского направления тимофей дожидается сейчас своей телевизионной участи ну а пока ален ну вот все это состоялось сейчас уже подошли подходе к черному поясу но вот вашу да ваш это все подружки друзья боятся к вам подходить а то если что нет нет не боятся но они показывали же наверно какие-нибудь конечно они как бы я все время им что-то рассказываю что я получаю какие-то места они за меня радуются мне это очень нравится мне приятно то что как бы за мной следят можно так сказать за успехами за моими успехами и но для них же все равно это такой нестандартный вариант все-таки такая скорее мальчуковая история тем но я не знаю что они прям или сейчас это нормально что-то странно это нормально я сейчас идет подготовка подготовка к черному поясу что нужно сделать чтобы получить черный пояс ну во первых я должна ездить на практически на все соревнования но это желательно чтобы набраться опыта показать чему я способна то есть себя показать на других посмотреть там так а также у меня должны быть должны быть хорошие тули это комплексу комплексы движений это ни один не два они сдают порядка 12 комплексов движений на которые должны быть четко правильно все сделаны от начала до конца без ошибок плюс у них там еще 15 спаррингов вот которые надо сдать обязательно то есть это без перерыва ты постоянно меняешь партнеров быстро двигаешься по времени что же сам экзамен идет где-то наверное около двух часов то что еще разбивание у них потом по они у них очень важно еще момент теоретическая часть их спрашивают шутку этой квадов а мужу жюри но жюри коржами международные инструкторы не ниже четвертого дана должна и какой-то выносят хорошем смысле да приговор да потом когда мальчишки девчонки сдают они все идет общее построение и значит они список оглашают тех кто сдал экзамен а те кто не сдал им дают время пересдать то есть переносится у них экзамен допустим на недели две-три и они через три недели даже дождать то что они не сдали то есть не весь экзамен а допустим кто-то теорию не сдала кто-то может быть там спарринги не сдал или тули но а сколько всего на сегодняшний день с чего с какого мы начинаем пояса ну сбила пояса конечно вы идёте отдавал и потом у нас полоска но всего десять ученических губов до в десятих вот алена подошла мы идем от белого пояса это десятый и красный пояс черной полоски это первые губы потом начинается первый дан и 9 данных то есть вот такая жизнь интересная сначала ты все пояса цветные проходишь да потом тебя подчеркнуть а потом уже старенький черный пояс уже потом идет вот такая интересная жизнь потому что на самом деле вся жизнь начиная с черного пояса что открывается двери для международных соревнований они начинают ездить кстати на выпая собираетесь дальше то вот когда откроется дверь если вы сдадите конечно да серьезно да хоть по-настоящему вот что происходит когда вы стоите напротив ну вашей скажем так ровесница вы же должны победить как происходит это битва ну в какой-то мере включается злость спортивная да спортивная да хочется обыграться скажем для злость азарт спортивных хочется бы да так а потом но потом но если если выигрываешь то просто открываются какие-то новые возможности то что ты на что ты это можешь ну а если у тебя это не получается ты проигрываешь что значит надо больше тренироваться можно немножко добавить вы знаете я бы хотел добавить вот что что в единоборствах у нас по крайней мере в тейквондо у нас большое уважение к противнику поэтому когда мы настраиваемся на бой мы не в том плане там настраиваемся как там завозь какую-то проявляем это настрой внутри каждого спортсмена внутри вот чтобы все что у тебя сейчас перед боем там творится внутри тебя да вот этот непонятная карусель я бы так сказал нам надо эту всю карусель успокоить взять себя в руки и проявить то чему тебя учит тренер на тренировках то есть это не просто так вышел там рукой ногами помахать ну что ж сейчас мы делаем уже первую паузу вот алена першина запомним потому что пока у нас призерка всероссийских соревнований до с четырех лет и 14 уже 10 лет лет до желаем вам поскорее получить черный пояс и уже по полной программе дальше пойти все данные чтобы были собраны света где-то ну а с юрины санычем мы остаемся и алюна на некоторое время уступают как команде замена да 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 а мы сделаем небольшой паузу дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко нас гостях по-прежнему руководитель федерации тхэквондо мфт городского округа люберцы юрий александрович пиршин и тимофей трофименко да к нам пришел в студию тимофей но вы постарше уже сколько лет вы занимаетесь то я занимаюсь шестой год а начали прям с тхэквондо и 7 лет но мне 13 я младше еще понятно еще маленькой но такой большой скажите вы же тоже уже чемпионом медали придано вот покажите нам сразу начнем что значит вот это у нас эти две медали с зафиксируйте их вот так и держит турнира с турнира защитника отечества был который воскресенье это проходило а посвящен да так а вот это большая это большая медаль с московского вызова где проходил в декабре это один из самых крупных турниров которые проводятся всероссийской федерации тхэквондо у нас вот в москве даже сказал даже в россии порядка двух тысяч спортсменов 17 татами даянги по-корейски вот и в один день еще ни одна страна мира не проводила такие крупные соревнования за один день чем две тысячи спортсменов у нас в один день участвовал то есть и довольно судя по тяжести медали на этот турнир приезжают одни из лучших спортсменов со всей россии да и вот тимофей на этом турнире показал себя очень хорошо достойно у нее категории было порядка ста спортсменов и он занял второе место как вообще вот это когда ты осознаешь что там даже если не 100 даже если 50 человек это дал а вот так а ты должен в первых рядах оказаться это как какое должно быть над собой усилия совершено понятно что тренировки тогда именно на самом соревновании на самом соревновании как минимум нужно успокоить свой организм свое подсознание и уже от этого положиться нас как бы свою так сказать интуицию на технику да и когда ты знаешь технику когда ты знаешь что ты можешь знаешь кстати нужно еще не особо можешь да нужно это все воплотить в это поверить самое главное то что нужно это внутри себя все успокоить и затем в это все поверить все что заложил за года и вот тут возникает вопрос опять же наставникам год у нас педагога до в россии сейчас отмечается вот замечательная фраза чтобы поверить в себя на каком этапе это происходит но ребята же приходят разные кто-то приходит давать легче дается кому-то может быть потяжелее кто-то более ответственно относятся кто-то менее ну как в жизни все разные как сама задача стоит чтобы вот так вот ребенок из 100 человек вдруг второе место занял даже если бы он десятый занял уже было хорошо как мне кажется вы знаете когда я готовлю спортсменов на такие крупные турниры конечно я как бы ну допустим я вывожу там 15-20 спортсменов да естественно на каждого спортсмена есть определенные ставки в том плане какую какое место может занять исходя из его работы уже на тренировке да и мы мои и мне на самом деле нужно даже них не первое место насколько они сами в тренировочном процессе продвинулись вперед то есть допустим есть мальчишка который может быть на сторонах занимает восьмое место да а он занял сейчас седьмое круто круто да есть допустим как тимофей он перспективный спортсмен он может бороться за медали высшего достоинства да естественно я его настраиваю на то что тимофей нам никакой восьмое седьмое место нас вообще не устраивает нас даже зрители не позовем да ну как же рейте не только 1 да и вот мы начинаем готовиться к этому и как он правильно сказал морально настраиваться в первую очередь на то чтобы пройти в каждый круг потому что выходя каждый раз на даянг ты каждый раз одинаково испытываешь эмоции до что 1 что 3 раз то 4 последующие раза эмоции одни и те же и надо больше успокоиться что ты чувствуешь что ты выше продвигаешься и работы над собой внутри себя должно быть еще больше ну поэтому и называют это философии потому совершенно верно это искусство не каждый человек вот так если мы на улицу сейчас выйдем может вообще с собой о чем-либо разговаривать вот с друзьями до с родителями до причем нравится не нравится разговаривать надо а вот собой чтобы себя успокоить задавать вопросы себе а какие ощущения когда все таки добиваешься чего-то прежде всего да и во вторых ощущение то что такого бы сознание то что ты можешь это сделать ты не зря работал над этим чтобы это сделать чтобы выиграть там первое место то есть когда мы до 2 часа на тренировке трудимся и когда он побеждает он говорит себе я молодец я два часа отработал до каждый день допустим да и добился того результата какого я хотел добиться то есть он говорит я не зря работаю я добиваюсь тех успехов которые мне нужны вот это следует такой вопрос я задавал алене и тимофею тоже соперники они же ну есть соперники бываешь ощущение что вот он четко как-то как на учет таку покруче как-то выглядит мне кажется что я не смогу его побороть бывает такое включается такая сама самобичевание такое ну в каких-то моментах стоит такой суровый смотрю ты меня хочешь побороть ты чего но это или баллона улыбкой можно сейчас но как бы главное что не главное задаем главное что на что надо янге если человек ходит перед выступлением своим спокойно не волнуется не ненчат можно ожидать от него все что угодно а когда он уходит весь такой на пафосе задирается с кем-то да то он либо же правда оправдывается и свои как бы действия которые будут дальнейшем допустим спарринге либо же он просто показывает себя блефует и на спарринге будет совершенно другое что-то хуже например вот видите а какие-то вы но эта техника существует много лет что там лет 55 года основатель тэквондо генерал чай хунхи вода 10-летнего не до такой их самбо скажем так масса всевозможных соревнований и так далее да вот вы смысл идите за обще за развитием этой культуры как таковой что-то новое в нее приносится что-то вы оттуда забираете для себя ну какие-то на знаете видео есть какие-то уж не знаю как знаете тэквондо настолько популярный вид боевого искусства настолько он интересный что и постоянно после каждых соревнований что-то я как тренер как тренер но это больше тренировочном процессе я конечно беру для себя поэтому все наши выезды на соревнования это не только чтобы показать себя но и посмотреть на то что подсмотреть подсмотреть но только чему мы должны быть готовы в будущем и на чем нам нужно поработать поэтому если мы будем сидеть просто на одном месте и не делать никаких движений то какие бы мы хорошими не были и крутыми не были мы все равно упадем вниз нам нужно держаться на плаву и вернуться вперед потому что черных поясов на всех не хватит на совершенно веру и страдать приходит там в секцию там человек 30 до черные пояса получают человек 57 вот так вот так у меня еще вопрос к тимофею мы же все любим киношки всякие то всякие сериалы и так далее вот я у спортсменов те кто разнимает ну кто боксом то дзюдо кто самбо спрашивают вот вы смотрите вам иногда интересно это или вы на них со смехом смотрите на эти постановочные трюки или есть серьезная но еще что я не любитель смотреть смотреть боевики поэтому их мало зуба пыль но хотя вроде бы как надо когда приходится смотреть каша все круто спецэффект и так далее но если это выполнено как бы только с помощью человека и не без страховки то это правда круто а когда тебе как-то поддерживают страховку цеплят да это важно немало это как безопасно считается но все равно как бы ну я могу искусственно да то есть а когда человек прям сам там прыгает делать сальто так далее это вживую но кумира есть из знаменитых актеров которые там не просто актеры но работают в той или иной техники обязательно тэквондо вообще нету нет да а это хорошо когда нет кумира как вы считаете вот наши времена то были ешь и когда кстати не занимался ничем там мухаммед алей бокс там конечно же брюс лих куда без интерес как норрис я я услышал ваш вопрос я думаю что есть интересные спортсмены настоящие спортсмены за которым мы иногда наблюдаем вот федор емельяненко величайший спортсмен мы все это смотрим наблюдаем берем что-то для себя на делаем свои выводы делаем обязательно свои но просто нет таких прям популярных личностей есть там отдельные лица которые неизвестны допустим всему свету а которые ты можешь внутрь и общество известно которая ты можешь убрать какую-то изначально первый там несколько лет технику с него а потом уже когда ты добьешься большего сам уже сможешь сам уже весь свою технику вводить то есть свой вес и введение бой так сказать то есть на таких личностей которые известны на слуху нет а вам бы не хотелось бы когда вырастите кино сняться уже как вот спортсмен почему хотелось бы конечно хотел хотелось бы хотелось бы хотелось бы более тренер будет рядом разрешаю почему я про это спрашиваю это поразительно тогда была такая культура казалось что так все естественно мало знали еще про эффекты мало было вот кстати возможности сделать эффекты все было по настоящему знаменитый бой брюса ли с чаком норрисом когда две звезды и кто-то из них должен был проиграть вот проиграл чак норрис а мог бы проиграть брусли как уже они договаривались я не знаю но смысл чем завершая наш сегодняшний разговор в итоге какая главная задача и саныч только черный пояс или что-то большее да нет система должна работать таким образом чтобы ты сколько лет не было да все эти 14 завтра те 30 она должна давать тебе все равно удовольствие вот это настоящая система понимаете то есть который берет тебя не на год-два а который готовы тобой заниматься всю жизнь и ты как мальчишка бежишь на тренировку и сколько лет не было то сено бежишь и радуешься форме и ты форма потому что останавливаться нельзя 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 а тимофей а чтобы вы посоветовали уча сидят ваши коллеги может быть помладше или родители их сидят то то есть вроде как и хочет и не хочет потому что но вдруг там побьют сломают что-нибудь но кто не рискует тут не пьет шампанское какое интересное волк какой философски а шампанское вы не пока не пьете наливайте в кубке победные да то есть надо рисковать то есть надо попробовать прийти надо попробовать тренер поможет да да то есть гадать может каждый а уже ты попробуешь там придешь тебе понравится не понравится можно что на футбол допустим записаться как пример да куда угодно идти да главное посмотреть и ты же не знаешь толком как это будет в конечном итоге потому что можно говорить ну вот я приду на футбол мы будем и бегать и так далее ну да футбол более понятен в этом плане а там тоже своя история да то есть один надо посмотреть на культуру нужно посмотреть типа на культуру да ну что ж спасибо огромное и за рассуждение кстати спасибо потому что тоже говорит о подготовке спортсменов руководитель федерации тхэквондо мфт городского округа люберцы юрий александрович першин алена першина была в первой части и тимофей трофим трофименко которые призеры всероссийских всевозможных соревнований но желаем вам тоже рано или поздно с черным поясом прийти к нам в гости хорошо да и впереди у нас кубок победы посвящен 9 мая мы ждем всех к себе приходите приходите спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания субтитры сделал DimaTorzok